Всем привет! Вы на канале Виктория. Сегодня хочу вам рассказать за тканевые маски для лица от 100 рецептов красоты. И посоветовать или не посоветовать их приобретать. Очень яркие, красивые упаковки. Конечно же, они меня сразу заинтересовали. Причем ценовой сегмент очень интересный. Как бы 50 рублей и ни в чем себе не отказывай. Я взяла с клубникой и с кокосом. Клубника это ластик несовершенства, очищающая маска. На обратной стороне, конечно же, все красиво описано, что способствует глубокому очищению, сужению пор, препятствует появлению несовершенств, дарит лицу свежий, отдохнувший вид. Как обычно нанести на очищенную кожу лица, 15-20 минут подержать, снять маску и распределить остатки по коже лица. Зарядить свою кожу энергией красоты. Значит, нетканное полотно и состав маски. Сразу хочу сказать, что состав маски очень такой, скажем так, химический. Потому что на сайте Экоголик очень негативно отзывались об этом составе. Поэтому, ну, меня как бы это не пугало, думаю, с моим уже, с моим возрасте уже химия лицу не сильно повредит. Аромат. Аромат, конечно, клубничный, но клубника такая химозная. Наверное, вот как жвачки и тому подобное. Не очень приятный аромат клубники. Химозный. Что касается кокосовой масочки с кокосом Суперфуд. Тоже вот они заявляют этот Суперфуд. Сейчас это, скажем так, на гребне волны моды маски с Суперфуд. И все продукты буквально как лекарство Суперфуд. Значит, кокос обещает увлажнение. Тот же самый аромат химический. Химозный кокосик. Не очень приятный. Здесь заявляют, что смягчает, увлажняет, защищает от свободных радикалов, витаминизирует, тонизирует кожу. То же самое, подержать 15-20 минут и ее снять. Само лекало из нетканого полотна достаточно. Оно такое мягкое, но очень широкое. То есть непонятно, почему оно такое широкое. Большие прорези для глаз. И вот таких вот щекастых тетенек. Бонус можно было на губы еще масочку, сыворотку эту сделать. Вот такой. Ну, я бы сказала, что, конечно, лекало на четверку, оно неудобно. Эти щеки широкие. Поэтому, как бы не очень мне понравилась эта лекала. Маска простая. Никаких супер-вау-эффектов я от нее не получила. Небольшое увлажнение. Но я же говорю, что лекала не супер. Есть и лучше. Аромат тоже мне не понравился. И достаточно посредственная маска. Попробовала и хватит. Рекомендовать я ее не могу, если только чисто ради интереса и вот яркой упаковки попробовать. Из минусов этой маски хочу еще отметить то, что она мне очень пощипывала, пекла. Я была удивлена, что в составе, конечно, маски нет никаких кислот. Почему мне так пекла она? Я, конечно, когда сняла ее покраснение, не заметила. Но неприятные ощущения вот этого покалывания и жжения этой маски, это тоже большой минус, из-за которого я ее брать не буду и вам не советую. Это все, что я хотела рассказать об этих масках. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok